Их подвиг живет в наших сердцах. Памятный знак 540-му легкоартиллерийскому полку открылся неподалеку от хутора Горелая Панеровского района. Мужество и стойкость наших воинов вошли в историю. За успешную оборону рубежей полк получил звание 274-го гвардейского. Как сегодня чтят память защитников, узнала Ангелина Рязанцева. Сейчас здесь тишина и покой русских полей, но 11 июля 1943 года 540-й легкоартиллерийский полк с большими потерями отстоял позиции. Вечная слава и памятный знак впавшим героям от благодарных потомков. Северный фас Курской дуги. Яростная оборона наших солдат перешла в наступление. 34 героя Советского Союза и тысячи погибших ради Великой Победы. Мы стоим на месте, где этот полк остановил немецкое наступление, где 9-го числа уже немцы не прорвались. Вот за моей спиной это территория, на которую не ступало немцев, немецких захватчиков. А впереди были битые немецкие танки. 42 танка подбил этот полк. А неподалеку от нового памятного знака есть еще один, открытый в апреле этого года в памяти героически погибшему Алексею Сапунове. Командире орудия пятой батареи. На его счету 8 отраженных танковых атак. По маминам рассказам я не очень много, конечно, знаю. Мама там вкратце рассказывала, что бабушка еще участвовала в этих боях, тут здесь под панырями. Это очень страшно, очень страшно. Но для Леши он был смелым, смелым, очень смелым. Он никогда ничего не боялся. Он всегда тяжело было, он туда всегда стремился. Героическая судьба Алексея Сапунова вдохновила железногорских школьников на создание фильма «Солдаты Рокоссовского. Герои Центрального фронта». Как и его товарищи, Алексей ценой жизни остановил наступление врагов. Звание Героя Советского Союза из-за досадной ошибки в документах пришло с опозданием на 36 лет. Конечно, меня тронула судьба. Ведь каждый человек, который воевал в то время за нас, благодаря ним мы сейчас живем. И так как не так несправедливо с ним обошлась судьба, ему не дали Героя Советского Союза, это еще больше затронуло меня. Товарищи Алексея пообещали, что его орудие дойдет до Берлина. Так и случилось. Сейчас оно находится в Санкт-Петербурге в музее артиллерии. Панеровская земля, как и прежде, чтит своих героев. Ангелина Рязанцева, Сергей Дорохов, Телеканал 7.